итак мы с вами обходим эту гробницу таких очень много будет помещений друзья мои очень много таких сооружений я просто не знаю как их называть до конца помещение и помещение гробница не гробница фасад не фасад потому что формально у нас вот официально это все вот эта красота дивная эта красота называется гробницами но это у нас подход историков а мы с вами все-таки смотрим несколько и с иным ракурсом и так ну давайте начнем издалека посмотрим на внутренние помещения бокового типа как она выглядит почему это называет гробницы здесь у нас достаточно высокие ниши вот больше выше человеческого роста в них потом вероятнее всего потому что другого качества вероятнее потом в них сделан даже гробнички то есть смысла тогда вот таких ниш делать в них есть вот такие следы как бы опалубки сейчас мы измерим высоту 5 и 7 5 7 высота вот этого потолка если вы посмотрите то он очень качественный в углах очень хороший в гох так посмотреть то можно вот 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 свет подобрал посмотрите внимательно такие углы а это три плоскости углов сделать очень сложно весьма не просто какой бы мягкий у вас не был материал здесь внутри что-то такое вот по форме как будто здесь еще что-то находилось трудно сказать двор не дар общем начать сами жили здесь или хоронили здесь толщина около метра высота дверей два с половиной а мы сейчас движемся с вами мы сейчас движемся с вами вот к этому зайдем внутрь основной гробницы похоже вот тут тоже такое же был небольшое помещение да вот она ведь какая выборка но его но его не стало так измерим сразу высоту давай мире высоту так 3 и 7 вот следующие 37 это здесь обратите внимание дверь действительно было вот это вот выборка показывает нам что дверь открывалась она функционировала я показывал еще нет на канале самом деле очень не выложу на скоро размещу что это были каменные двери в них есть механизмы вот то о чем я вам говорил посмотрите какая выдающаяся сохранность прекраснейшая сохранность у тех элементов тех прекрасных роскошных фрагментов выпишите эти линии но это шедевры у нас возникла версия что это было не просто вот такое вот напыление что фрагмент моментами это было и наращивание породы и я постепенно буду это доказывать и показывать у нас есть некоторые некая интеграция у породы когда она связана вот вот это основная цветная такая вот всякая порода и вот этот вот ему желтый монохром они каким-то образом связаны как проходил процесс наращивания мы тоже не знаем до конца на самом деле но выделить вот такие плоскости уже множество этих плоскостей есть возможность самой разной в том числе и возможно сделать это в результате не только выборки и наращивание так как устроено что здесь здесь у нас высокие ниши высотой 222 20 вот здесь вот высотой почти три метра общая высота потолка сейчас мы посмотрим так чуть и не нравится что-то не хочет и что батарейка закончилась интересно взяла сегодня батарейку или нет сейчас проверим повернул батарейку сейчас буду снова измерять так в общей высотам примерная высота 39 ну понят проход 37 на немногим выше ну да он те 20 сантиметров я могу и сам сказать это если был более внимательным что здесь здесь идут пошли ниши раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 ниш много разной высоты в них внутри как будто могилу не даже раз уже заложены на могилу позднее мы понимаем что вот это использование как могил потому что мы не везде найдем и очень мало ниш именно таких вот как могилам но достаточно у нас есть и следов и того что я говорил подобие штукатурки пойдемте друзья немного еще отойдем из далека и посмотрим на столь удивительное сооружение вот так солнышко то не будет портить вид если я встану на солнце и буду показывать тень не темно нет вроде не темно хотя бы помещается в экран огромная гробница там великолепнейший карниз первый карниз потом идет обязательно второй карниз и это напоминает нам египетские египетскую архитектуру как раз карниза широкие длинные карнизы такие вот не угловые а гладкие это как раз египетская дальше идет как будто бы как будто бы античность если мы присмотримся на самом верху идут ступени говорит нам говорят обозначает что это эти ступени у нас символизировали восхождение души к небу но он по факту по факту не знаем по факту что угодно смотрите внимательно вот у нас эрозия вот было эрозии 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 про что я говорил дальше начинается монохром штукатурочка если вы посмотрите поближе то она действительно выровнена выровнена прям как штукатурка она даже продолжает сейчас видите вот так вот все вертикально не продолжает отсваиваться но свойства у нее это не наша штукатурка который первым делом облетит вот например усадьба ленинградской области вся штукатурка конечно весь декор все сразу облетела на потолке вот ее нет видите потом по другому обработана здесь уже выровнены стены и углы прекрасно сделаны там разрушается сразу мгновенно первое что штукатурка это декор лепнина все это отваливается здесь наоборот там где сохранилась удивительным образом там где сохранилась штукатурка смотрите какая выдающаяся сохранность выскажете что это реставрации нет реставрации можете посмотреть точки различные что-то крепилось здесь следы пуль вообще тут правда что-то везде крепилась вот эти точки не закрепляют это редко в основном ничего нет выровненные прекрасные поверхности грани есть мнение мы пор сегодня будем сегодня вообще в процессе госпедиции путешествия по петре мы будем стараться его осмыслить и найти эти варианты когда порассуждаем о том возможно ли что это было действительно объективно наращивание потому что у нас уже свойства особые покрытия которые кратно многократно усиливают качество и сохранность вот две разных технологий вот природа которая разрушила и вот до сих пор сопротивляющиеся времени природы стихиям фасад который был но то что вот такое как мы говорим рукотворный но он еще и этот фасад шикарным образом покрыт чем-то вот что это за покрытие смотрите какое выдающиеся удивительные вещи но нам пора двигаться двигаться к следующей гробницы в то что я не буду даже уже не поясняю вам что выбраны целой скалы это уже поняли что выбраны целые скалы мы с вами сейчас пойдем вот к это очень большой гробницы она тоже невероятно интересно все они по-своему интересны я молчу про то что это шедевры геометрии что самое удивительное это действительно шедевры кроме того что шедевры архитектуры шедевры декора шедевры искусства это еще и геометрические шедевры по крайней мере внешне и так там на название есть у них у них у всех есть название у тех гробниц но по факту мы что имеем у нас нет никакого никакие надписи нигде нигде решили из серии я историки это вижу основной принцип мы помним что когда-то это были улицы улица большого города все-таки города я все-таки признал и до этого долго думал потом вот видите уже все это давно обвалилась никаких улиц стали только вот такие вот террасы никаких улиц у нас уже нет кольги сохранились где-то уже не сохранились и мы движемся к той гробнице пойдемте